Добрый день! В этом номере гудка, на второй странице, читайте о том, как северный широтный ход Дальневосточной железной дороги будут укреплять. На северном широтном ходе, ДВЖД, то есть БАМ, здесь большие проблемы с земляным полотном возникают. Дело в том, что здесь вечная мерзлота и 83% всех деформаций земполотна это пучины и осадки. И протяженность таких вот нестабильных участков примерно 850 километров. Это, конечно, значительная величина, при этом только 12% этих участков здесь поезда могут идти грузовые со скоростью 70 километров в час. На всем остальном протяжении, то есть на гораздо более значительном, ограничение действует 60 километров в час. Конечно, это все и ухудшает грузооборот, ну и кроме того, сами по себе пучины, они небезопасны, то есть это сказывается на безопасности движения поездов. Конечно же, на дороге постоянно следят за ситуацией с земполотном, дистанции пути и специальные службы через скважины меряют, используются для оценки и аэрофотосъемка. Но проблема в том, что по этим разрозненным данным нельзя выработать четкую и все время правильную такую верную концепцию борьбы с деформациями такими. Чтобы ее разработать, дорога сейчас обратилась в Дальневосточный госуниверситет пути и сообщения, и здесь разрабатывается система геомониторинга экрилологических наблюдений, с помощью которых выработается четкая такая схема по укреплению основания северного шевротного хода. Федеральная антимонопольная служба в очередной раз обвинила РЖД в завышении цен на текущий оцепочный ремонт и создание привилегированных условий для своих дочерних компаний. Как сообщили ГУДКУ ФАС, дело в том, что рентабельность ремонта для дочерних компаний РЖД, по их данным, составляет всего порядка 15%. В то время как для сторонних организаций эта цифра возрастает до 35%. ФАС уже неоднократно подтверждала то, что намерена разобраться с РЖД, и вот решение принято. Как сообщили в правовом департаменте РЖД, они удивлены таким решением, поскольку на заседании даже приносили распечатки с сайтов ремонтных организаций, где было показано, что услуги частных депо выше, чем услуги депо принадлежащих РЖД. И в то же время напоминают, что в конце 2007 года с точно такими же претензиями ФАС уже обращалась к РЖД, точно так же было вынесено решение о виновности компании, был наложен штраф 140 миллионов рублей, однако при судебном разбирательстве это решение и штраф соответственно отменили. Уважаемые читатели, в свежем номере газеты «Гудок» на второй полосе читайте заметку о том, как на Горьковской железной дороге энергетики готовятся встретить зиму. Там персонал Ижевского участка озабочен, к примеру, тем, как сэкономить теплоэнергию, и поэтому там внедряются новые системы, новая техника, новые системы по энергосбережению. К примеру, на станции Алнаши введен в эксплуатацию новый тепловой насос, который действует по принципу холодильника, однако, но наоборот, температура с глубины 100 метров, где постоянно 6 градусов тепла поднимается наверх, и там с помощью теплового насоса увеличивается. По мнению специалистов, новая система и внедрение теплового насоса помогут увеличить экономический эффект, и уже на пятый отопительный сезон новая техника окупит себя. Кроме того, на Ижевском участке введены новые системы, так называемые инфракрасные системы отопления. И тоже, по мнению специалистов, их применение с нынешней зимы позволит увеличить экономию теплоэнергию до 40%, соответственно, сэкономить значительное количество средств. Об итоговой приемной кампании в ВУЗах читайте на второй полосе. Вчера в ВУЗах страны, в том числе и транспортных, завершилась приемная кампания. В этом году прием научного отделения проходил в две волны. Первый приказ о зачислении вышел 5 августа, а к 10 числу ВУЗы добирали абитуриентов на оставшиеся места. По словам министра образования и науки Андрея Фурсенко, более 100 ВУЗов не набрали абитуриентов на бюджетные места по ряду специальностей, в том числе в области энергетики, металлургии и строительства. Железнодорожные ВУЗы завершили приемную кампанию досрочно. На подавляющее большинство направлений подготовки необходимое количество абитуриентов было набрано уже 5 августа. Принять необходимое количество будущих студентов с первого раза не помешала даже демография. Несмотря на уменьшение общества количества заявлений из-за малого количества выпускников школ, второй волны ждать не пришлось практически нигде. Больше всех, как всегда, повезло целевикам. По порядку приема на места целевой контрактной подготовки они были занесены в заветные списки, зачисленных уже 30 июля. В этой сливой ВУЗе на очную форму обучения было принято около 4000 целевиков. 80% из них направлены с отдаленных линейных предприятий. В этом году полностью изменился реестр направлений подготовки. Нужно было принимать ребят с учетом этих изменений, и, конечно же, приемным комиссиям было непросто. Дело в том, что в этом году высшее профессиональное образование в нашей стране окончательно перешло на двухуровневую систему подготовки кадров. Бакалавриат, 4 года подготовки, и магистратура, еще 2 года по желанию. Приемный специалитет прекращен, за исключением 70 специальностей, по которым ректоры ВУЗов и представители крупнейших работодателей настояли на необходимости пятилетней подготовки. Отрешливикам удалось отстоять традиционную программу для четырех укрепненных направлений. Остальные подробности приемной кампании читайте на второй полосе «Свежурнальная газета». Сегодня на спортсменной площади «Гудка» вы прочтете интервью с директором службы научно-медицинского обеспечения футбольного клуба «Локомотив» и «Гудвордом Безуковым». Молодой, чрезвычайно интересный человек, развитый и, помимо всего прочего, большой профессионал, поскольку он на самом деле считается одним из ведущих и практиков, и теоретиков медицинского дела в нашей стране. Очень интересно с ним было беседовать, рассказал, на самом деле, очень интересно, и поэтому, в общем-то, я рекомендую вам прочесть статью. Что интересно могу выделить сейчас в своем таком коротком анонсе? Ну, во-первых, я сразу поинтересовался, насколько хорошо оборудована служба научно-медицинского обеспечения. Вот, по словам Эдуарда, реально лучше всех в России, ни у кого в России, ни у единого футбольного клуба в России, такого обеспечения, который имеет футбольный клуб «Локомотив», нет. По его словам, интересно то, что вот раньше к врачам «Локомотива» шел не всякие иностранные легионеры, то сейчас идут все, идут все, причем не только потому, что это обязательно, а потому, что они этого хотят. Мне сейчас доверяют и, в общем-то, идут без опаски, без зазрения, совести, скажем так. Интересно то, что Эдуард, помимо того, что он днем и ночью занят работой «Локомотиве», занимается, помимо всего прочего, это преподавательской деятельностью в университете МИИ Сеченово, это раз. Он сотрудничает с континентальной хоккейной лигой, это два, причем сотрудничает очень плотно. И третий, он, опять же, один из ведущих работников по медицинскому консультированию и обеспечению Российского футбольного союза, то есть очень-очень сильно занят. По словам, ему это не мешает и наоборот. В общем, помогает по одной простой причине, ему приходится общаться по роду деятельности со многими очень известными специалистами, все это впитывает и несет московский «Локомотив», само собой разумеется. Субтитры создавал DimaTorzok